Всем привет, с вами Войс и сегодня мы продолжаем нашу рубрику, для которой название я так и не придумал, но может быть вы мне можете помочь в комментариях. Было много предложенных тем вами, но сейчас бы я конкретно хотел поговорить о системе образования. Не школьной системе, не путайте, а системе образования. Школьная система это как устроена школа, ее график работы, что вообще происходит в школе, что вы там делаете и так далее. Система образования это конкретно материал, все то, что вы проходите, все то, что вы учите. Многие из вас знают и ни для кого это далеко не секрет, то что у нас система образования намного лучше, она ушла вперед на несколько шагов и мы в этом плане Америку опережаем. Конечно сейчас какие-то происходят изменения и министерство образования вообще творит какой-то идиотизм в плане этих ЕГЭ, ЕНТ, может быть это и будет в какой-то степени лучше в каком-то плане. Да нет, какой нахрен лучше? Я помню то, что в каком-то из этих тестов спрашивали какой размер ноги был у какого-то там президента, это полный бред. Я не знаю, что вообще творят с нашим образованием, но пока его полностью в корне не изменили, оно у нас лучше. Здесь же в Америке это все как-то растянули, я не знаю зачем. Таблица умножения, я знаю то, что у нас в некоторых школах учат с первого АШ класса, большинство конечно со второго класса. Здесь же с таблицей умножения вообще учат чуть ли не в третьем, в четвертом, по-моему в третьем там умножение, в четвертом делень, что-то такое. В общем здесь они тормозят и чем больше класса вы берете, тем больше вы понимаете то, что вы уходите намного дальше американцев. Это в плане теории и самого материала. Но здесь с 9 по 12 класс вы получаете больше опыта, чем у нас. Дело в том, что здесь есть очень много различных кружков, эти кружки и позволяют вам как-то продвинуться вперед в плане опыта. У нас же такого нет. А проблема в том, что у нас опыта конкретно нет и никаких кружков у нас после школ нету. Потому что у нас в большинстве школ присутствует вторая смена, мать его, которая вообще так меня бесила, если честно. Я не знаю, на самом деле меня раздражала. В первой смене приходилось идти в школу в 7 часов утра, а вторая смена уходила со школы чуть ли не в 8.38. Может быть летом это еще как-то ничего. Да нет, какой ничего, это идиотизм все равно полный. Ну в общем, скажем так, с 1 по 8 класс здесь это просто убийство времени. И материал изучается в заниженном темпе. У нас же это все, конечно, мы загружались, у нас очень много материала, у нас и классов намного больше было. Если здесь вы берете 8 классов, а в средних школах, по-моему, даже меньше, то у нас, мать его, мы брали по целых 14, а то и бывало чуть ли не 18. И все эти классы, они были конкретно распределены на разные сферы, что было по сути интересно изучать, но в то же время на вас возлагалось очень огромное количество работы. В общем, для тех, кто не знает, здесь в Америке присутствует младшая школа с 1 по 5 класс, средняя школа с 6 по 8 класс и старшая школа с 9 по 12 класс. У нас же это все как-то сжато, одна школа с 1 по 9 класс, вы учитесь со всеми вместе и после 9 класса, если вы хотите, вы идете в колледж. Там же, по-моему, мне кажется, вы стараетесь сфокусироваться на одной какой-то тематике, на одной профессии, я имею в виду. А если же вы хотите, вы остаетесь там до 12 класса и продолжаете брать несколько различных предметов. Если же вы у меня спросите мое личное мнение, то 100% я вам говорю, с 1 по 9 класс учиться намного лучше у нас. Вы получите намного больше знаний и если же вы будете знать, как использовать эти знания в вашей личной жизни, то вам не будет цены. Проблема и конкретно заключается в этом, то что большинство из нас просто не имеет опыта. Мы не знаем, как эти знания приспособить в личную жизнь, мы не знаем, зачем мы вообще их получили. У нас их огромное количество, но как-то использовать их и получить от этого какую-то большую выгоду, я имею в виду, по словам большую, я подразумеваю ту выгоду, которую вы могли бы получить, используя все те знания, которые вы получили на протяжении всех этих классов. Поняли? Я надеюсь, что поняли. Мы не знаем и очень малый процент наших знаний используется в нашей личной жизни. Что касается здесь, в Америке, да практически то же самое. Вы берете вот эти вот классы и опять же, большинство из них вы просто не используете. Но здесь это все подкрепляется тем, что вы получаете больше опыта. Если вы задумали учиться на хирурга, у вас класс биологии, вы там разрезаете лягушек, в каких-то школах покруче вы там разрезаете даже, по-моему, свиней, что-то наподобие такого, я не знаю. Но дело в том, что вы используете ваши знания, хотя и вот эти вот небольшие знания, которые вы получили, совсем немного, но вы используете их в опыте и уже знаете более или менее, как и почему это работает. У нас же вы получили огромное количество знаний, но из-за того, что вы это все не используете в реальной жизни, они у вас просто не подкрепляются ничем. В этом, получается, и заключается само различие. Я думаю, что каждый из нас по несколько раз в месяц выступали перед доской и излагали какую-то тему перед своим классом. Правильно? Это тоже немаловажно. Дело в том, что в Америке это страх номер один. Говорить перед публикой. Не каждый это может. Процентов 90, по-моему, это сделать не смогут. Мы также, как я уже сказал раньше, можем вычислять немного быстрее, потому что где-то зашел в магазин, да, чтобы тебя не лоханули или где-нибудь на рынке, чтобы тоже в неудачниках не оказаться. Мы же знаем это все, мы же тоже в голове это все просчитываем. Здесь же конкретно нет. Ты просто купил тупо кучу продуктов, на кассу это все и пусть там считают. У вас там лоханул на 10 долларов, ай, крен с ним. Это, конечно, происходит редко, но все равно происходит. Ты где-нибудь, может, допустим, в более бедных районах, это может происходить намного чаще. Поэтому все равно, можно сказать, знания, которые мы получаем у себя, базовые конкретно знания, мы получаем намного лучше. И их используем все равно в жизни, и это намного лучше сказывается на человеке как индивидуальности. Здесь же, я не знаю, по-моему, большинство забывает, что вообще они там проходили, да и вообще нахрен это надо. Все это примерно как-то так. Также из-за того, что мы много изучаем, с нашим человеком все равно можно поговорить о многом. Наш человек может знать так и науку, так и русскую литературу. С ним можно разговаривать на какие-либо философские темы. Можно также поговорить о космосе, можно поговорить о достижении, можно поговорить о политике и так далее. Наши таксисты, по-моему, вообще могут рассказать все, что происходит в стране, что происходит в других странах, да и вообще, как международные отношения различных стран сказываются на внешней политике. То есть, у нас люди в этом плане, они, мне кажется, все равно могут поговорить о разном. Из-за того, что опять, из-за того, что у них была такая система образования. Здесь же, я бы не сказал, не с каждым человеком вы можете поговорить на разные темы. Здесь, если человеку, допустим, присуща наука, он о ней и будет говорить. Это и все, о чем вы сможете с ним поговорить. Вы не сможете поговорить с ним о каких-либо, допустим, духовных, моральных вещах. Будет очень затруднено, вас он начнет бесить и вы захочете плюнуть ему в лицо. Это тоже, можно сказать, сказывается как-то. Все на вас. Вот эта вот система образования. Сколько раз я уже сказал это словосочетание. Система образования. Ну, на самом деле, я просто синонима не могу найти, поэтому эту плюну. А, мой русский язык, он, конечно, пропадает. И это очень печально. В общем, мне кажется, ребят, я думаю, вы поняли в основном, что я имею в виду. Опять же, у нас это все теоретически намного сильнее. Но у нас нет опыта. Здесь же знания вы получаете в Америке конкретно, в США, в США. Здесь вы знания получаете в меньшем количестве, но у вас есть уже какой-то опыт. То есть вы также параллельно пытаетесь делать что-то руками. Тем самым вы запоминаете быстрее тот материал, который вы получили. Как-то так. Вот, в принципе, все. Мне добавить больше нечего. Ну, вот, в принципе, все, дорогие друзья. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это действительно так, то можете, собственно, сделать мне добро. И также, если вы здесь вдруг первый раз, то можете подписаться. С вами был Войс. Увидимся в новых сериях. Пока.